Всем привет! Это четвёртая и заключительная часть цикла роликов про полёт на Боинг 737 на тренажёре от Dream Aero. И сегодня мы будем летать в небе Гонконга. Вот вначале вы видите странные вещи, которые происходят. Для меня они тоже были довольно неожиданными. Это инструктор предложил пофотаться в кепке и в пиджаке пилота. На самом деле я обычно такой не особо одобряю, но тут подумал, ну ладно, пусть будет на память и такое дело. Вот, ну мы немножко пофотографировались и собственно приступили к основной программе. Да нет, всё нормально. Что-то раньше времени. Смотрю. Да, точно. А, там же из-за 7 праздения вон. Да, да, да. 15 минут ещё. Да. Можем ещё, кстати, знаете где хорошо жарко? Зайти в Гонконге, в старом. Вставать там, наверное, эти дома ещё. Да, да, да. Там такой сложный заход, который у нас идёт. Вот там вот хотите, хотели попотеть. Так, а? Так, а? А, да, я лучше. Да, вот на кресле. Да, 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 да. Зачем я прям. Компочки. Там есть несколько кресла, а там что-то. А, иногда бывает, да. Что-то примотать, да, не выручить. Нет, ну, ближе, они немножко. Там поднимаются, а детям не хватает. Очень раз мясо полетает. Здесь можно подсказываться, а но не хватает у него. У них ветерации не встречаются полетать. Б 탁 что-то делает. Ну, чтоvas mehr anonline предсвет 관리 спать. В cameras он overall не хватает, а он хватает у него. Не получаешь отрывалов на председ Members уезжает туда. То есть, у него не хватает силёнка двинуть, блин, двинуть Вот-ха-вторалами этой cosas. Да, да, да. Так оно так и получается. Он в лево-вправо может ещё управлять. А вот вперёд-назад там, ещё вперёд давит, опять же, не хватает хода у него. Вот, мы сейчас переместим в Гонконг, взлетим и в старый Гонконг. Вот, мы сейчас взлетим так, потом развернёмся и в старый Гонконг будем заходить на посадочку. Вот так, давайте готовить на посадку, давай сразу на взлёт, да, потихонечку. Так, всё то же самое делаем. 24, да, ставлю. 24, да, ставлю. 24, да, ставлю. Вот, автоматяги... Не включаем. Отснение, автоматяги активируем. Не, это тоже ставьте. Вот, 113, отлично. Ну, как бы мы почти готовы, да? мы планово как всегда взлетаем у нас там все завопило в этот раз и мы будем довольно долго следовать нашему следующему аэропорту вот для этого они друг друга проверяется а теперь немножко о том что вообще сейчас происходит в гонконге раньше использовался в другой международный аэропорт который закрыт был в конце 90-х если не ошибаюсь все бы с ним хорошо но есть одна проблема это то что он расположен рядом с сопками или горами кому как понятнее соответственно как минимум с одной стороны на него очень неудобно заходить на посадку и плюс к этому с этой же стороны сформировалась высотная застройка зданиями причем довольно близко к взлетной полосе что тоже является проблемой и это все наслаивается одно на другое то есть если до этого мы заходили по глиссаде которую я нахваливал по моему в первом видео то есть аэропорт нам подсвечивает все и мы видим локаторами и мы видим под какими оптимальными углами зайти чего как куда грубо говоря у нас ведет прямо за ручку а сейчас же такого не будет то есть получается если бы мы заходили ровно на полосу параллельной ей то нам бы пришлось облетать сверху горы а потом пикировать перед ней и как-то садиться резко что уже бы показывала что мы не попадаем в глиссаду и это тоже проблема ну и опасно как бы вот соответственно поэтому мы облетаем эти сопки и в последний момент уже поворачиваем направо на эту полосу и там еще выравниваемся налево чтобы нормально сесть это все происходит достаточно короткий промежуток времени более того на финальных этапах вы увидите насколько близки будут здания которые там стоят это все дарит незабываемые впечатления наверное не только мне но и дарили тем пассажирам которые раньше садились на самолетах там то есть представляете пассажирские лайнеры заходили на посадку когда пилот так сказать суетливо там выруливает между сопками и зданиями согласитесь это звучит довольно небезопасно шасси можем нейтральные и авто брейки выключены ну да они там сейчас визуально там будут ведущие огоньки прям видно будет красный стоять и ведущие огоньки поворачивать мы заходим с таким разворотом прям визуально не совсем понимают вот такие будут волосы визуально 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 плечо получается да вот перед нами будут ведущие огоньки вот мы должны мотом прямо на них идти потихонечку а а а я думаю что уже надо потихонечку закручивать шасси выпускать можно уже закрыть ее дать вопилочек а ванске петерочку можно вываливать разум и на снижаться на 2 500 на пятерочку можно вываливать ну а 2 2 а вы а 2 а Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот полоса уже близко, вы можете увидеть прямо и немножко правее И сейчас мы будем как-то на нее заходить Как раз сейчас можно будет видеть на ближайших зданиях свет наших фар И те самые два здания, которые выглядят как такие большие футбольные ворота, через которые мы сейчас пролетим Я до последнего переживал, что мы заденем то здание слева, самое последнее, потому что мы довольно близко прошли Но все вроде прошло хорошо Приземлились Кстати говоря, вы можете загуглить видео реальное Того, как самолеты заходили на посадку в этот аэропорт И это смотрится довольно жутко То есть снаружи оно еще эпичнее смотрится Когда огромная махина самолета такая сначала поворачивает Потом резко переваливается на другой бок И опять выруливает уже окончательно на полосу Только потом касается и садится Я думаю, не просто так сделали другой аэропорт И этот, я не знаю, закрыт окончательно или нет Но все видюшки, что я нашел, все они довольно старые Да, все-таки это классно Вот там лет 50 назад тренироваться было же не так даже навлекательно Ну, конечно Столько ничего, наверное, тренировали А он такой маленький, вот там не был, наверное Нет, он тренировали какие-то, типа, как будто бы не было Нет, нет, соответственно Ну, опять же оставляешь Я не знаю, что будет дальше В 90-х, когда наши были Везоколы, они пишут У них там, наверное, торговки там набегают Это 90-х, это, что-то так, уже современные Какой-то что-то было бы Так, до этого-то вообще? До этого, да Так, на вас фотографируемся? Наверное, да Ну, чтобы потом не перебрасывать Ну, да, да, да Так, давайте, наверное, красиво сейчас Вот это и так красиво Вот если ярко включить, то там Нет, там только будет Ну, вот и все Закончился цикл наших роликов И всего было 4 Кто не посмотрел предыдущие Может посмотреть их в текущем плейлисте ютубовском И, например, там есть взлет Точнее, отказ двигателей на взлете в Калининграде Это, наверное, тоже такая интересная очень ситуация А сейчас мы будем прощаться И скажу только то, что У меня было очень много впечатлений после этого полета В тренажере Так как вряд ли меня кто-то пустит в настоящую кабину С пилотами В Боинге 737 И, соответственно Таким образом можно поставить галочку То есть мы иногда прыгаем с парашютом Типа вот я прыгнул И в данном случае Мы хотим закрыть свой гешталь То есть смогу ли я посадить самолет В случае чего Не скажу, что это будет просто в одного Потому что здесь был инструктор Который всегда подскажет и поможет Вот Ну, в общем, предлагаю Прощаться Всем пока